Как не создать аварийную ситуацию на дороге, эти дети знают точно. Эрудицию дошкалят, проверяли представители образовательных учреждений и госинспекции округа. Время и скорость ответов важны, но не меньшую роль играет творческая направленность. Автобусу не нужно обходить ни спереди, ни сзади. Нужно подождать, когда автобус уедет, оглядеться по сторонам и идти. А лучше дойти до ближайшего пешеходного перехода. Каждая команда подготовилась к конкурсу. Некоторые продумали костюмы согласно тематике, а речевка стала неотъемлемой частью при выполнении заданий. С вами мы сразимся, так просто не дадимся. Будем правила движения выполнять без возражения. Воспитанников детских садов учат правилам дорожного движения с первых дней посещения до школьного учреждения. А игровая форма считается самой эффективной при обучении детей. Данный конкурс был направлен на то, чтобы формирование у детей навыков знаний правил дорожного движения, также проверка этих знаний, закрепление на практике, конечно же, как правильно применять полученные знания. Профилактическая работа по правилам дорожного движения проводится в каждом дошкольном учреждении. Не только подобные конкурсы становятся проверкой знаний детей. Во всех учебных заведениях есть уголки дорожного движения с игрушечными знаками и разметками. У нас еще знаков в садике, я еще дома их учу. И когда я с мамой еду по дороге, я спрашиваю маму, что это за знаки, и она мне рассказывает. В конце конкурса каждая команда получила памятные призы и грамоты. За третье и второе места дошколятам вручили принтер и фотоаппарат. А первое место занял детский сад номер 40. Победители получили ноутбук.